Основная причина, почему нас, мужчин, тянет в драку, это наше первородное и врожденное стремление к иерархическому утверждению своей доминантности. Тяга к превосходству в социальной среде заложена в нас самой природой. Эти паттерны были эволюционно нами унаследованы. Мужчины имеют большую мышечную массу, более крепкие кости, более быструю реакцию и более толстую кожу неспроста. Природа дала нам все это для того, чтобы подготовить нас к бою, конфликтам и защите себя и своих близких. Именно поэтому так сложилось исторически, что мужчины выходят на охоту, занимаются строительством, участвуют в схватках. Именно поэтому мужчины работают в сфере реагирования на чрезвычайные ситуации. Мы просто намного лучше подходим для всех этих рискованных начинаний. Наша предрасположенность к борьбе и конфликтам делает нас очень увлеченными драками или даже участием в них. Именно поэтому от 75 до 90 процентов аудитории смешанных боевых искусств это преимущественно мужчины. Однако очевидно, что в наши дни многое изменилось. Цивилизация развилась и вместе с пропагандой тотальной куколдизации мужчин, общество стало более контролируемым и ограниченным. Сейчас, если ты адекватный мужчина, который осознает свое животное начало и не хочет поддаваться этим ублюдским современным ценностям, которые навязывают нам изо всех щелей, то ты со стопроцентной вероятностью будешь обвинен в пропаганде токсичной маскулинности. Именно поэтому мужчины стали более женственные и гораздо менее склонны к проявлению своей истинной мужской природы. Большинство современных мужчин не могут постоять за себя не то чтобы в драке, а даже на словах. Мы поколение потерянных мужчин, мужчин выращенных женщинами, мужчин которым навязали совсем не те ценности, которые должны были навязать. Большинство из нас родились в чрезвычайно комфортном, цензурированном и цивилизованном мире. В отличие от наших предков, которые рождались во времена постоянных сражений и вражды. Сегодня, как правило, мы учимся драться в гораздо более позднем возрасте и по несколько иным причинам и целям. Сегодня мы учимся драться более цивилизованно, чем раньше. Мотивацией может послужить восхищение борьбой или бойцами в целом, потому что мы втайне хотим обладать теми физическими возможностями, умственными качествами и чертами характера, которые присущи этим бойцам или которые являются производными от результатов их упорных тренировок. Постоянные походы в спортзал могут развить или культивировать ваши физические возможности и характер. Но умение драться переводит этот конкретный вопрос в совершенно новое измерение. Потому что вы больше не пытаетесь одолеть неодушевленный объект определенной величины, который не представляет прямой и осознанной угрозы для вашей безопасности в драке. Теперь вы пытаетесь победить настоящего человека, чьей единственной целью и намерением является нанесение вам физического и психического урона. А может быть и полный вывод вас из строя. Это совершенно другая сфера противостояния трудностям, чем просто терпеть тяжелую, но безопасную боль. В реальной драке вы сталкиваетесь с реальными угрозами или таким видом боли, который может серьезно или жестоко навредить вашему благополучию и даже существованию. Драка это не просто проверка характера или силы боли. Это проверка всего, включая ваши навыки, знания, врожденные предрасположенности, интеллект и даже хитрость. Многие бойцы говорят, что вы узнаете, кто вы есть на самом деле, когда вступаете в бой против кого-то, кто готов навязать вам свою волю. Ваши физические и психические слабости, плохие привычки, уровень терпения, страх, выносливость, сила боли, уверенность в себе, информация о всех этих вещах тут же всплывает на поверхность. В реальной драке люди становятся настоящими. Там нет времени на раздумья, там все направлено на выживание и все делается в очень быстром темпе. В реальной драке вы будете делать только то, что подсказывают вам ваши животные инстинкты. Как вы думаете, почему нам, мужчинам, так нравится фильм «Бойцовский клуб»? Да потому, что он полностью про нас. В нем каждый из нас может найти и увидеть себя. Это самое наглядное отражение современности. Мужчины проживают каждый день без какой-то цели или смысла, выполняют чужие установки, покупают ненужные вещи и в целом проживают не свою жизнь. Но стоит им только спуститься в сырой подвал, воздух которого насыщен смесью из запаха пота и крови, как каждый из них снова чувствует себя живым. В «Бойцовском клубе» победа и поражение ничего не значили, слова не играли роли. Истерические выкрики звучали на всеобщем языке, как в церкви пятидесятников. Ну-ка! Стоп! Стоп! Бой заканчивался. Вопросы оставались неразрешенными, но ничто уже не имело значения. Молодец! После боя мы чувствовали, что обрели спасение. Повторим через неделю, Павел. Может, через месяц? Как скажешь! Продолжение следует... Продолжение следует...